Вопросы и высказывания относительно Александра Викторовна. Да, больше ничего нет. Но меня слышно, видно. Дайте какой-нибудь знак, что вы меня слышите. Да, все слышно. Потому что люди, ну, к мастер-классам, что люди работают, да. Но сейчас, как я понимаю, у меня такой возможности нет, да, это одностороннее вещание. Но тогда, пожалуйста, сами, да, те, кто сейчас меня слышит, пробуйте выполнять те упражнения, которые я покажу. Ну, покажу я их быстренько. Я слежу за временем. У меня не больше часа в целом. Сейчас прошло 10 минут, да, поэтому время еще есть. Вот. Но если я освобожусь раньше, это лучше, потому что я тут кое-что пропускать уже начну из наших мероприятий. Ну, так или иначе, пожалуйста, когда будет тренинг, пробуйте сами выполнять, отвернитесь от экрана и пробуйте выполнять эти упражнения. Ну, я скажу, что и как, да. Теперь в целом разговор о том, как научиться синхронному переводу. Коллеги, которые занимаются нейчерайтингом, сегодня утром меня спрашивали и очень хотели, чтобы я им рассказала, как же можно научиться и можно ли вообще. Потому что у людей, которые занимаются другим, ходит такая мифическая байка, что синхронистам надо родиться, что синхронному переводу научить невозможно, что переводчики-синхронисты – это такие гении, которые, вот, они отдельны от других, они не могут быть никем другим и так далее. Это все мифология, конечно. И, ну, существование благополучной моей школы, Санкт-Петербургской высшей школы переводов в течение 15 лет самим своим успешным существованием и трудоустройством выпускников опровергает эту байку, да. То есть можно научить, можно научить в краткие сроки, но вот здесь будет самое главное. Его надо было произнести по поводу художественного перевода, но, ну, по поводу синхронного – это просто основа основ. Значит, да, можно научиться. Я уверена, если учиться всю жизнь, то можно лучше и лучше переводить художественно. Но главную роль во всем этом процессе играет не учитель, не книга, а сам человек, который учится. Вот главную, неравноправную, да, не интерактив такой, я пропагандирую, я пропагандирую гораздо больше. Не 50 на 50, а ну типа 80% успеха того, что вы научитесь синхронному переводу, так же, как и художественно, зависит лично от человека, который учится. Он учит себя сам. Он сам заставляет себя и в среду попадать, и делает над собой усилия, в общем, учиться самостоятельному анализу собственных продуктов, которые он производит. В смысле того, что он планирует сделать, очень полезная, в общем, практика отказа от того, что ты еще пока не можешь сделать. Ну, то есть отсутствие полной наглости – тоже хорошо. Но самое главное – это тренировать себя самому. Поэтому вопросы, которые часто задают и хотят слышать, да, ответы – можно ли самому себя тренировать, когда ты обучаешься синхронному? Да нужно, а не можно. Вот, потому что на… когда вы учитесь, и вот сейчас мы какие-то упражнения посмотрим, когда вы учитесь, вы осваиваете модели, просто модели упражнений. А, собственно, упражнения вы должны делать сами каждый день по многу раз, да? Так устроен тренинг не только памяти, так устроен тренинг речи переводчика, да? И так устроено основное обучение, когда ввод синхрона уже состоялся, и вы только совершенствуетесь, да? Ну, к сожалению, вот так вот в таком сольном выступлении я не могу вам показать основное мясо, так сказать, обучения синхрониста, потому что, с моей точки зрения, это обучение происходит в… ну, по сценарной методике, не преимущественно, а вообще она у нас единственная в школе. Это такой вариант, когда вы каждый день переводите на конференции. И эти конференции, хотя и с виду игровые, но самые настоящие, в них обсуждаются настоящие проблемы, делаются настоящие доклады, и совершаются… Если вы каждый день переводите на конференции, то уже месяца через три вы достигнете того крейсерского уровня, который, в принципе, на любом рынке приемлемый уровень, наверное, не то, на что следует ставить, да? В любом деле, в том числе и в профессиональном деле, с моей точки зрения, нужно ставить всегда на то, чтобы ты был первым. Ну, меня часто критикуют за этот тезис, потому что объясняют, что у людей бывают разные, там, я не знаю, способности, кто-то прям не лидер, и кто-то, давайте обучать, все-таки не ориентируя на то, чтобы люди толкались плечами и локтями, да, добиваясь первого места под солнцем. Нет. Ну, пусть, пожалуйста, критикуйте, но я думаю, что цель, которую вы ставите перед собой, это цель звезды. Вот вы, да, куда-то вверх взмываете к звезде. Да, что-то может случиться, вы до нее не долетите. Но если вы не знаете вот этой конечной идеальной цели, у вас не получится даже до середины долететь, понимаете? Потому что вы будете жалеть себя, вам будет казаться, что и так комфортно, ну, как-то, как-то, типа, попереводил, и ничего, и ваша совесть все время будет самоусыпляться. Этого нельзя допустить. Любой профессионал, я уверена, любой, должен ставить на первое место. Это не лидерство, понимаете? Речь не о лидерстве идет, и не экстравертности, и интровертности, и ничего похожего тут нет. Речь идет о лидерстве. Мы ориентировались на самые высокие и красивые критерии. А дальше ваши способности, собственно, нацелятся на это. Нацелятся. И вы увидите, что если цель с вашей точки зрения, или там с точки зрения преподавателя, который тренировался, представляется вам с виду какой-то страшной и недосягаемой, то сам факт, что вы в это верите, что вы на нее нацелились, достанет из вашего организма такие ресурсы, о которых вы не подозревали. Я это вижу постоянно. У нас фактически не бывает случаев, когда человек совсем не научился синхрону за год. Технология здесь отработана. Путь совершенствования понятен. И поэтому я, ну, могу говорить об этом достаточно. Вот так. Значит, теперь давайте немножко о, собственно, том тренинге, который вы можете над собой затеять. Ну, опять-таки, я намеренно выбрала, только подготовила, да, обрезала и составила одну презентацию. У меня, как вы понимаете, их сотни. И они учат разным предварительным навыкам. Вот вы хотите быть синхронистом, или вы уже синхронист, ваш уровень вам не нравится, да. Что вы должны делать? Во-первых, вы должны проверить первичные навыки. Не то, как вы синхроните уже сейчас. Это само собой. Вы должны проверять. Вы должны себя записывать. А вот база, на которой стоит ваш синхрон, она доброкачественна? Что входит в базу? В базу входит культура речи на двух ваших языках. Ну, давайте рассмотрим два, хотя сегодня... ...языка. Ну, все-таки, чтобы быть на рынке и иметь спрос. Вам нужно два рабочих иностранных, один рабочий родной язык перевода. Значит, нужна культура речи. Над ней работают особым образом. Вам нужна дикторская норма произношения. Ну, возьмем английский и русский, да. И английская, и русская, да. Вам нужна действительно хорошая произносительная норма и навыки дикторской школы. То есть создание текста в дикторском режиме. Не в режиме актера, не в режиме школьника, понимаете, или студента, или преподавателя, а именно в этом режиме. Вы над этим самостоятельно работаете. Есть целый комплекс упражнений. Сегодня я об этом говорить не буду. Просто хочу сказать, что тренинг речи – это прерогатива самого человека, синхрониста. Он просто должен узнать, на каких упражнениях это делается, да. Ну, сюда обязательно должен входить шедоинг, да, теневой повтор. Он очень хорошо ставит и мобилизует речь и на русском языке, и на иностранном языке. Вот, то есть, когда вы отступаете на два слова от оратора и повторяете все за ним, только потрудитесь выбрать ораторов, на которых можно равняться. Не надо повторять ораторов бесконечно, которые еле-еле тянут текст, да. Должны себя постоянно записывать на звуковой носитель и отслушивать свой материал. Если вы тренируете свою речь, уже через месяц вы увидите, что она сильно отличается от начальной стадии. Не стирайте первые ваши попытки. Даже шедоинга. Вы увидите, вам нужно работать так же над акустическими параметрами и подачей своей речи. Это не дикторская норма, это другое. Акустические параметры, ну, их объяснить просто, их нужно просто поставить в качестве своих целей. Акустические параметры, громкости. Ну, вот я сейчас с вами говорю, достаточно образцово надо сказать, громко и решительно, да, почти агрессивно, потому что переводчик должен брать аудиторию, да. Он не может говорить дрожащим голосом, запинаясь, заикаясь, но очень полнопередавая текст, извините, это никто брать не будет. И потреблять это никто не захочет. Вам нужно говорить так, чтобы этот текст просто вливался в уши ваших слушающих, да. И для этого вот он громкий. Тихий голос не приветствуется, еще и потому, а что, ну, с оборудованием может быть по-разному. Вот. И вам придется попадать в ситуацию, когда оборудование отказало, а переводить надо продолжать. Оборудование. Хорошим поставленным голосом, да. В этом голосе должно быть много оптимизма, кроме убедительности и почти агрессивности. Вот. Должна быть, во всяком случае, позитивная перспектива. Поэтому я сказала, не надо драматических ноток голоса, не надо пугать аудиторию, не надо никакого трагизма, кроме отдельных исключений, когда вы переводите на похоронах. Понимаете? Все остальное, трагизм надо убрать. Какие бы новости вы не доносили, какие бы важные обстоятельства, сиюминутные или вечные, изложенные докладчиком, вы не переводили, в общем, трагические нотки исключены. Даже если они были у оратора, не надо их, ну, переводчик инстинктивно подражает оратору, но он не должен их усиливать, педалировать, а он их усилит, потому что переводчик гораздо более квалифицированный речевой специалист, чем оратор. Понимаете? Вы должны понимать, что если вы переводчик, то образец ораторского искусства в ваших руках, а не в его. Да? Вы лучше него говорите, вы умеете управлять своей речью. И вот теперь мы перешли к следующему предварительному... Ну, такому... Ну, я не знаю, это даже не тренингом дается, а предварительной установке, которая нужна вам, чтобы засинхронить. Это контроль над своей речью. Это опять-таки другое. Я говорила, что дикторская речь – одно. Акустические параметры – второе. Подача – это вот то, что мы брали. Вот достаточная агрессивность была. Это третье. Но есть еще и параметры, которые связаны с подачей только косвенно. Это такая, ну, я бы сказала, целенаправленное замедление и ускорение в зависимости от оратора. А для этого нужно владеть своей речью. Нельзя отвлекаться ни в коем случае от контроля над своей речью. Потому что вам придется, если оратор медленный, вялый, неискусный, что-то добавлять и замедляться чуть-чуть с тем, чтобы не сильно от него отличаться. Вам придется ускоряться, если оратор и есть такие ораторы, которые от волнения еще больше ускоряются. И вам придется за ними поспешить. Если у вас, скажем, короткие выступления по пять минут, вам придется переключаться с оратора на оратора каждый раз и каждый раз выбирать другую стратегию. Поэтому речь должна быть под полным контролем. Для этого существуют упражнения, ну, хотя бы элементарные, которые вы сами можете сделать. Вы можете записать себе предварительно медленных и быстрых ораторов, а также можете начитать себе самому какой-нибудь текст, где вы сначала говорите медленно, потом все ускоряетесь, ускоряйтесь, ускоряйтесь и попробуйте и совсем плохой случай, где тоже нужен очень серьезный контроль над своей речью, это когда оратор постоянно забывает, о чем он говорит. И речь очень рваная, ну, оратора могут там отвлекать, что-то в этом роде, он может не полностью владеть ситуацией. И вот рваные, да, кусочки речи может быть не связанные между собой. но вы их должны взять, вы должны их перевести. Переводчик не имеет права в таком случае сказать, нет, это речь плохая, я ее переводить не буду. Так не делается. Вот, что делать в таком случае? Как тренироваться на эти случаи? Ситуация серьезная. Это одно из самых, один из самых сложных вызовов, которые вы встретите, как вкусный переводчик. Но тренировать это можно. Возьмите любой список чего-нибудь. Ну, у меня есть знаменитый список слесарных и столярных инструментов. Я его читаю, то ускоряясь, то замедляясь, да. Вы можете взять список других товаров, ну, его я взяла просто, чтобы еще и качество речи тренировать. Ну, сделайте себе какие-то списки, да, зачитайте их и потом с голоса попытайтесь делать шедоинг на них. Это будет много сложнее для того, чтобы оратора и любого связанного текста. Почему? Я уже ответила на этот вопрос. Потому что он не связанный. Вот. И он напоминает речь вот такого ужасного оратора, который забыл, о чем говорил только что, и еще забудет, и вообще никогда и не трудился помнить, о чем говорил до этого. То есть так называемый рваный речь. Так, зачем еще нужно следить и как еще себя нужно тренировать? Ну, есть еще один параметр, который, ну, который для синхронистов факультативен, он больше важен для последовательного переводчика, ну, и для синхронистов в принципе актуален тоже, как базовое умение. это скорость переключения. Ну, часто думают, что переключение – это переключение с языка на язык. Вот, с английского на русский ты переключился. Ну, это часть правды. И надо переключаться быстро. Сам факт переключения не есть умение, ну, вернее, есть, наверное, умение, но оно вне тренинга, потому что мы умеем переключаться. Мы двуязычные. Ну, может быть, иностранное нас хуже, чем родной, но мы привыкли говорить то на одном, то на другом. Это у нас есть. Оно не в крови у нас, но оно у нас есть. Но переводчику-синхронисту и последовательному переводчику нужно уметь переключаться быстро. И вот на это нацелен целый ряд упражнений. Тоже сейчас я о них не собиралась говорить. Возьмите их и попереключайтесь. И помните, что главное не факт переключения с языка на язык, а скорость этого переключения. Тот же самый вводный параметр важен при других видах переключения, с которыми синхронист, конечно, встречается, и тут уже он не отличается от последовательного переводчика ничем. Довольно часто вам приходится переключаться с семантически нагруженных слов, с вербального ряда на цифровой, на циферки. И все знают, что это проблема. Но проблема-то заключается в том, что вы не умеете переключаться очень быстро на другую семиотику. И это нужно все время тренировать. Вот тренинг этого я покажу, потому что он сопряжен с тренингом в памяти и неотделим от него. Подвид переключения, который тоже входит в базу ваших умений до начала синхронного перевода. Переключение с перевода семантического, куда входят и циферки тоже, осмысленные фразы перевода на перевод, скажем, личных имен, ну, скажем, китайских. Вам кажется, что разница колоссальная. Вы весь контекст переводите, опираясь на значение слов, а китайское имя какого-то человека вам придется перевозить как по-фонемно. Кемиотический вид, и для этого требуется переключение. Вот если вы поймете, что это все точки огня, то вы будете за ними следить. Вот я перечислила не все, но большую часть опасных точек. Вот. Ну, и завершу перед тем, как перейти к тренингу памяти, завершу еще одним умением, я о нем сказала в проспекции, то есть в перспективе, что ли, но за ним надо следить потом, не на базовом уровне, а когда у вас начнется основное обучение вот сценарной, по сценарной методике. Вот вы все время переводите конференции, да, и вам кажется, что вы напереводились уже докладов на конференции, и, собственно, вы уже переводчик. Но есть одна вещь, не отделяют и игнорируют, ну, как-то по умолчанию игнорируют, когда обучают переводчикам. Это то, что любая конференция это единый макротекст. Там есть, кроме речей докладчиков и вашего их перевода, синхронного, например, есть еще речи председателя, есть реплики председателя, есть реплики с места, есть вопросы, есть какие-то объявления сторонних лиц и так далее. Это все единый текст. Если вы будете уметь переводить только ораторов и только... Вот на переводе речи председателя вы облажаетесь сразу, и вас сразу в начале прочтут плохим переводчиком. А вы просто не умеете переводить слова председателя. Вас никто не учил этому. Значит, нужно учиться самостоятельно. Реплики с председательского места на конференции, с места куратора какого-то там, модератора и прочее. Их надо осваивать, и это ваша задача. Вы должны, каждый из вас, даже глоссарий, реплик председателя. Ну, у меня в школе есть такой предмет институциональный перевод, это ООНовский перевод, потому что школа ООНовская, да? И там студентов учат отдельно всей процедуре, всей процедурной лекции. Ну, школа эксклюзивная, а мы сейчас говорим о массовом обучении переводчиков, и главное, говорим о том, как сам себя человек может поставить на ноги. Как сам, значит, собирайте сам. Каждый собирает себе вот этот словарик. Давайте немножко о памяти. Пробежимся по упражнениям, связанным с тренингом памяти. Так, как листать сейчас посмотрим. Наверное, это будет просто. Я вижу тут стрелочки. Сейчас будем листать. Значит, напомню, какая бывает память. Вы видите мою презентацию? Она пошла? Да. Значит, память, ну, разные. Я собрала ракурсы рассмотрения памяти. Значит, с точки зрения органов зрения и мозга, память может подразделяться на зрительную и логическую. У переводчиков бывает и такая, и такая. Ни то, ни другое не является противопоказанием к тому, чтобы быть синхронистом. Но память, она преобладает. Пользуйтесь различными мнемообразами. Вот у меня она есть, она хорошо развита. Различными картинками, чтобы помогать себе что-то запомнить. Ну, говорю в предельно общем виде. Если у вас доминирует логическое, значит, зрение не доминирует как подмога для памяти. И тогда вам нужно просто делать логические упражнения и все. Ну, их полно в обучении переводчиков. Второе. У человека есть безассоциативная память. Это фотографирование действительности, говорю простым языком, и ассоциативная. Мозгом, но на... Если вы пойдете, в чем ее специфика, ну, я имею в виду, как она в мозгу расположена, как она ассоциативной, контактирует или нет. Но для переводчика очень важна безассоциативная память. Однако по мере взрослений безассоциативной памяти безассоциативной памяти, это вот когда вы посмотрели, вот я посмотрела сейчас назад, да, увидела там 10 книжек, и 7 из них запомнила, да, или 10 запомнила. Это безассоциативная память, я их зафотографировала. Ну, это натяжка, конечно, потому что, может быть, я знаю что-то об этих книжках. Ну, я не знаю, ну, какие-нибудь предметы здесь поставить. И мы запомнили их просто безассоциативно, но постепенно она угасает и заменяется, поскольку у нас нарастает количество ассоциаций в жизни, в жизненном опыте. И она практически не имеет ассоциативной памяти. Почему ассоциативная память недостаточно для переводчика, это просто потому, что ассоциация, извините, индивидуальная. У одного она есть, эта ассоциация, у другого ее нет. И поэтому переводчику рекомендовать опираться на ассоциации это очень рисково. Поэтому специальные упражнения, которые я как раз практикую в начале обучения всегда и рекомендую вам заново запускают безассоциативную память. Вот ту самую память, которая позволяет ребенку в 2-3 года запоминать километрами, ну и скажем там сказки Чуковского, запоминать километрами там мой додыр, а потом эта память, она исчезает. Ее нет. Вы уже не помните километры этих стихов, которые просто впечатались в ваши мозги без всякого анализа. Вот ее надо вернуть переводчику, этот вид памяти нужен и в большей степени, чем он у него есть. Нужен тренинг. Дальше. Значит, ассоциативная память и логическая память немножко разгромяются, потому что ассоциативная это очень продуктивный способ познания действительности. Ассоциативная память работает от, отталкиваясь от прежнего образа. Это так называемое метафорическое восприятие действительности. Ну, там, я не знаю, грубо говоря, что мы видим впервые, впервые, предположим, ну, я не знаю, там я смотрю за окно, вижу там заходящее солнце, ну, скажем, закат красный, он у нас ассоциируется с там... Вот это типичная метафора. Есть еще и безассоциативная логическая чистая память, когда логика заставляет идти по каким-то каким-то этапам запоминания. Она больше нужна переводчику, хотя чистая логика, как говорят все психологи речи, психологи восприятия, воспринимается человеком хуже, и поэтому, чем проще человек хочет сделать восприятие, ну, вот мы сейчас это на Nature Writing много обсуждаем, тем больше в книжке метафора. Ну, вы знаете, что научпоп богат какими-то метафорами. Скажем, чисто научное произведение, да, какая-нибудь научная монография или статья видна метафорами. Там только логика ведет от одной, от одного понятия к другому, от одного термина к другому. Сделали вывод, что логическая память такая малопродуктивная, но переводчик, она нужна. Ассоциативную нужно чуть ограничивать. Ну, и, наконец, по сроку запоминания в мозгу память может быть, но и та, и другая нужна. Но мы не очень отвечаем за долговременную память, хотя можно здесь дать просто какие-то рекомендации о том, какая она нужна. Понимаете, на долговременной памяти строится интеллект вообще, строится человеческая, ну, человеческая суть, строится на долговременной памяти, и долговременная память переводчика, она отличается тем, что для своего, для своей профессии, для того, чтобы ее практиковать, ему нужно обязательно, чтобы долговременной памяти было больше слов в активном обиходе. Знает родной наш язык русский, да? Но вам нужно в вашем словаре гораздо больше в активе слов, чем любому другому человеку. Я не имею в виду термины, я имею в виду активный словарный запас, который у человека в среднем 5000 слов, а у вас должен быть там типа 15-20 тысяч слов. И точно тоже касается иностранных ваших языков. В активный запас нужно загрузить гораздо больше слов, и здесь помогает только тренинг. Это не дается просто щелчком и не дается напряжением мозга. Дальше. Ну, оперативная. Оперативную память никто не имеет слишком развитую с рождения, она развивается, ее можно развить, мы сейчас будем, я буду показывать упражнения, которые ее развивают, с одной оговоркой, оговорка будет чуть позже на следующем слайде, ну, через слайд там может быть. Есть еще один вид памяти, феноменальная, нерасчлененная, безассоциативная. Ну, нерасчлененная, безассоциативная, это оба атрибута, которые нужно поставить в скобки. Я думаю, что вы видели людей с феноменальной памятью. У меня мой родной дед Сергей Николаевич Алексеев имел феноменальную память. Это значит, ему что-то рассказывают, что-то говорят, он запоминает все. Все это значит имя, отчество, фамилию, много имен отчества, фамилии, все даты, дату рождения, дату смерти, все параметры числовые, он запоминал все. Вот. И это свойство, да, ну, казалось бы, для переводчика просто мечта, но не думайте так, потому что для того, чтобы иметь свободное пространство маневра, для того, чтобы иметь пространство мыслить и формировать текст перевода, засоренность памяти, ну, когда в ней все загромождено знанием, понимаете, что-то забыть, и поэтому есть особые техники, как выбрасывать из головы во время еще чего-то. Вот. А феноменальная память, когда все фотографируется, вот это наша мечта безассоциативная, да, она, с одной стороны, позволит в оперативной памяти что-то всплыть, но может не позволить этому переформулироваться, потому что нет места, нет пространства для того, чтобы всплыло что-то на другом языке, и одно переключение на другом языке. Ну вот. И есть еще память, связанная с особым материалом, это наш случай, у нас с вами видим вербальные продукты и создаем, да, мы работаем с лингвистическим материалом. У кого-то, и вот я последние дни общаюсь с этими людьми, тут есть биологи, у которых колоссальная память, зрительная и логическая, которая им позволяет вмещать, ну, кстати, в том числе, которая позволяет им вмещать огромное растение, какие-то линии, даже название птиц, которые мы сегодня увидим, оно тоже более богато у них. Вот. У нас лингвистическое, у нас материальчик лингвистический, поэтому не надо стонать, чтобы не запомнить, как-то внутренне самоуничижаться, чтобы не запомнили все названия в какой-то сфере, где вы работали, и они выпали из головы, и хорошо, что они выпали из головы, вы освободили место для другого лингвистического материала. Значит, идем дальше. Вот актив и пассив лингвистической памяти, и нам нужен практически весь айсберг, ну, весь айсберг нельзя закачать голову, ну, хотя пол айсберга, переводчику нужен. Значит, вот какая нужна память, нужна оперативная безассоциативная. Машинки здесь показаны для того, чтобы было понятно, что мы не можем запомнить, вот посмотрев на эту фотографию, все машинки, которые здесь в кадре. Не можем, да? Но переводчику нужно запомнить вот такое количество, ну, скажем, 40 штук, и для этого есть особые техники тренинга. Значит, помимо всего прочего, к памяти еще предъявляются эти качественные параметры. Она должна быть помехоустойчивой, поэтому я коллегам сказала, мешайте мне сегодня на здоровье, я должна не сбиться, вот, потому что я рассказываю как раз о помехоустойчивости. Это первое. С вашей памятью должна еще произойти следующая качественная перемена. Она должна быть полной, потому что мы с вами привыкли, даже те люди, которые кичатся очень хорошей памятью, все-таки к фрагментарной памяти. Мы даем себе передыш, какой-то роздых, чтобы оно заново включится и с новыми силами еще что-то запомнить. Переводчику нужно запоминать все подряд, без изъятий, без пробелов, без ничего. Память нашу характеризует, она должна быть стабильной, то есть, грубо говоря, ночью переводчика можно разбудить, нажать на пупок, и он все запоминает. Для этого нужно много тренироваться и верить в себя, и проводить тренинги над собой утром, днем и вечером. Я не имею в виду непрерывный тренинг, я имею в виду, что нужно себя тренировать, попробовать и поздно вечером, и рано утром в 7 утра, и днем, когда у вас голова уже замусорена, вам кажется, что вы устали, вот в эту передышку обеденную, надо все время расширять горизонты того, что вы можете. Ну и в качественный параметр входит одинаковое владение ассоциативной и безассоциативной памяти. Значит, теперь вот эти важные рекомендации. Я очень хотела до них дойти, вот их, мне кажется, нужно как-то обязательно держать в голове, когда вы себя тренируете или когда вы учитесь. во-первых, тренинг ведется только на звук. Вот сейчас вы увидите, да, сами упражнения, это уже нарушение правила. Но поэтому лучший вариант это работа в парах. Если вы хотите себя тренировать, предусмотрите пару. Материал, который здесь есть, он именно для такой работы. Второе, повторять за оратор, нужно сразу, пока остаточная слуховая память еще работает, это минимум 6 секунд, это много. За это время все, что угодно может произойти. Торопитесь, не делайте никаких пауз, когда вы переводите. Третье, говорить, тренируя память, нужно четко и громко. Если вы привыкли говорить тихо, первое время вам придется себя заставлять, но и об этом я уже сказала. И помните, что чем громче вы говорите, тем больше скорость вашей речи. Четвертое, линейный материал, например, цепочка перечисления, она именно на цепочках, на линейности строится возбуждение безассоциативной памяти. Особое внимание обращайте на предпоследние компоненты ряда, второй с конца и третий с конца они хуже всего запоминаются, а лучше всего запоминаются первый и последний. Я не встречала ни одного человека, который не запомнил бы первый компонент. Таких людей нет. А вот последний, да, иногда кто-то не запоминает, это значит, зато очень хорошо запоминает почти до конца. Это особый вид, редкий вид памяти, когда у человека ослабляется резко память, но сначала она очень мобилизована, нужно дополнительно тренировать себя на запоминание конца. Дальше. Самое главное, тренировать память нужно постоянно, потому что она быстро растренировывается и тренируйтесь ежедневно не менее 15 минут. Если вы хотите быть синхронистом, то с конца жизни ваша жизнь должна включать 15 минут тренинга памяти. Что мы выбираем в качестве материала? Мы выбираем числа, имею в виду и географические, и личные. Различные абракадабры это слова, которые не запомнить ассоциативным или семантическим путем. Я сейчас покажу разновидность. Вы должны тематические ряды лексики выбирать, это вот будет у нас птичья тема, вы увидите, что там. И сочетание всего этого в контексте. Значит, давайте посмотрим. Вот, например, упражнение, где вы должны запомнить марки машин. Это не уровень абракадабры, но уровень слов, которые, вы знаете, неполно, и они у вас, я надеюсь, ни с чем личным не ассоциируются. Кто-то читает вам эти четыре названия слов, вы тут же его повторяете, ничего переводить здесь не надо. На материале родного языка. Вот я взяла упражнение из тренинга, который я проводила для будущих волонтеров, переводчиков Олимпийских игр Сочи-2014, поэтому оно про географические названия той местности Сочи, Мацеста, Коста, Кудепста и так далее. Все то же самое, но здесь есть одно изменение. Сюда входят местами имена, которые вы знаете, они должны вас сбить, ну, Сочи, или Красная Поляна. И они, с ними у вас есть ассоциации, с теми нет ассоциаций, это может вас сбить. Дальше идем. Вот упражнение птицы. Свою эту часть, презентацию птичьим базаром. Если вы знаете птиц, хорошо, замечательно, вы можете положить, сделать себе вот такой картиночный ряд, смотреть на него, смотрите, ради бога. А повторять название птиц. Если не знаете, это бесполезно, ну, лучше знать. Вот еще второе, потому что само упражнение выглядит вот так. Сейчас. Зяблик, щегол, воробей, пеночка. Повторяем. Удод, сойка, стри, шиволга. Повторяем. Вот, я думаю, что мир природы нужно знать получше, чем знает в среднем русский человек, а он его знает почти никак. Не только потому, что экологическая повестка сейчас в каждом, в каждой встрече и на каждой конференции. Вот цепочки цифр. Здесь есть даже рекомендация повторять быстро и громко. И при запоминании, видите, выделенные с фиолетовым, те, на которых вы можете сбиться. Цифр рекомендую, чтобы цифр было раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Норма нетренированного человека. И каждый порядок здесь считается одним битом информации. То есть, число 11, два бита информации, один и один. 99, два бита информации, 40, тоже два. Вот на этом тренироваться надо, но недолго. Тренинг без ассоциативной памяти на цифрах очень трудоемок, и на нем человек очень быстро устает. Не утомляйте себя. Вот еще цепочки цифр. Повторять быстро и громко написано. Вот она, абракадабра. Это, например, разные названия денежных единиц. Дабыр, рент, фунт, панга. Ну, фунт, вы знаете, это тоже полезно. Сбить немножечко каким-то знакомым словом в целом. Вы должны просто повторить, повторить качественно маанат, драм, франк, афгани, чтобы это было в дикторской манере, а не взгляд и нечто. Но, кстати, если вы что-то забыли, вам кажется, что вы вот маанат не запомнили, например, да? Что вы делаете, как вы, ну, как вы поступаете? Вы воспроизводите то, что у вас в основной памяти, и это может быть там какое-то неправильное очень произнесение, но произнести вы должны. Нельзя замолкать и нельзя делать вид, что здесь этого не было. Нужно что-то произнести обязательно. так вы действуете во время тренинга, и вы должны будете действовать во время работы. Гораздо сложнее дастся сочетание абракадабры с числами. Это разные, как я уже говорила, вещи относительно переключения, и они, вот такое упражнение очень сложно. Одна рупия, 16 аннов, 3000 панга, и внизу, вы видите, стоит 30600. Это сумма всех чисел этого упражнения. для чего я ее здесь поставила? А потому что, когда вы такое упражнение сделаете, чтобы проверить, контролируете ли вы сознание смысл произносимого, можно задаться вопросом, вот вы сделали упражнение, ну, вы все там, предположим, сделали упражнение, какова общая сумма чисел, которые прозвучали? Это очень важно, потому что переводчик, который переводит сложный материал, очень быстро может потерять контроль над целым, да, а этот контроль очень важен. Далее, очень рекомендую упражнение сценарного характера. Эффективность тренинга очень увеличивается, когда добавлен сценарий. Какой здесь может быть сценарий? Вот мы берем, не просто повторяем какие-то абракадабры, а берем реальную лигу чемпионов 21-22 года, да, и повторяем Айнтракт Германии Реал Испании 1-3, да, реальные сценарии, которые могут быть использованы. Или вот поставили машины в ряд и представили себе, как они стоят. Мы это упражнение можем делать с помощью включения зрительной памяти, да, потому что здесь есть еще информация качественная, и здесь нужно запоминать цвет. Кроме того, мы можем себе более-менее эти машины представить, как они выглядят, да, и исполняется это в жанре снежного кома. То есть первый повторяет только первую строчку, второй человек повторяет первую, вторую, третий, первую, вторую, третью, четвертый и так далее. А десятый повторяет все упражнения, и такие снежные камы, они очень поддерживают, потому что, вот я внизу написала, это был отдых, потому что повторить вот столько единиц информации, там, типа, сколько здесь, ну, 40 единиц здесь информации, очень поддерживает человека, он понимает, что его память, оперативная, между прочим, память, вот сейчас вместила 40 единиц, это же круто, вот, но был сценарий, вот сценарий, это тренинг на рецептах рыбных блюд, но рецепты эти, когда я даю тренироваться на рецептах, я, конечно, сократила, вот 800 грамм корюшки нашей питерской, молока, но там были еще компоненты, просто достаточно, обрежьте эти рецепты и тренируйтесь на них, вы запомните целый, ну, такой рецептурный текст, это очень важно для ваших будущих умений, и, наконец, начинаются упражнения, которые у меня называются «Птицы в тексте», ну, здесь я взяла не все, у меня есть их много, ну, например, вот, видите, я взяла из реального текста те фрагменты, где есть перечисления, зяблик, пеночка, пересмешка, длиннохвостые синицы вплетают в стенки гнезда, лишайники, кусочки бересты, если гнездо на березе, я не буду остальное читать, вы здесь видите, как это в целом выглядит, да, ну, собственно, мы тренировались, и я показывала упражнение до тугла, именно вот для того, чтобы начать переводить уже, уже перечислительные ряды в тексте, да, потому что встречаются они именно так, а вот повышенная сложность, когда перечислительный ряд слишком длинный, и что я хочу сказать по этому поводу, ну, не возьмете вы их просто так, для этого вам нужно учитывать, что на конференции это будет, и немножко готовиться с точки зрения терминологии, ну, если конференция будет про птиц, грубо говоря, то птичек надо, ну, как-то освоить, и с ними познакомиться, ну, вот, в целом, я выполнила свои задачи, сказала вам о том, о чем, ну, может быть, не обо всем, но об основном, и остается там две минутки на вопросы, после чего я должна отключиться от эфира, к сожалению, потому что у меня идет еще, идут другие мероприятия, пожалуйста, если есть вопросы, задайте их. вопросов не вижу. Все впечатлены подачей, забились по углам, молчат. Так, ну, видите, какие-то тут упражнения, которые есть, вы можете взять и использовать, на них тренироваться, но имейте в виду, вот те рекомендации, которые я давала, это самое основное, и если вы будете, например, тренировать себя, включая глаза, то есть, письменного текста, ну, у вас будет, будет результат в 10 раз хуже, имейте в виду, то есть, надо выдерживать то, что было сказано, потому что дьявол в деталях, и это везде. Большое спасибо, что меня сюда призвали, что я все-таки поделилась с вами, еще раз поздравляю вас с Днем Кривочка. Спасибо, и вас тоже с наступающим, спасибо, что вы всегда приходите, когда мы вас зовем. Ох, людям нравится. Стараюсь, нам не более. Все, до новых встреч, счастливо. Счастливо, спасибо. Будем работать. Счастливо. Работа. Работа.